Всем привет, друзья мои! Мы начинаем наводить порядок в теплице. Сейчас Дима мне сделает по всей теплице полки. Не знаю, за сегодня успеем, нет? У нас уже вечереет. Но завтра, я думаю, будет все готово. Все расставлю на виду красоту, на виду порядок. И обязательно вам все покажу и расскажу. А сейчас не буду мешать Диме делать свою работу. Ну вот и все, друзья мои. Наконец-то, наконец-то мы поставили стеллажи. Точнее, Дима мне сделал вот такие стеллажи или полочки, как назвать, не знаю. В общем, все это занижено, чтобы можно было развешать кашпо. Теплица небольшая, поэтому старались как могли. Здесь у меня традисканцы. Часть традисканцы, часть у меня еще есть дома. Сегодня две уезжают у меня, за ними должны приехать. Но эти, думаю, оставлю здесь. Дома тоже места не хватает. И сюда все вынести не могу. Ну ничего страшного, думаю, мы справимся. Так, мультики. Это мультики, которые у меня побольше. Сейчас покажу поближе. Вот такие красотки стоят. И часть мультиков еще есть дома, те немножко меньше. Так, ну в кашпо Петунья, Алису. В общем, всего понемножку. Все перечислять не буду. Потом как-нибудь отдельно сделаю обзор на эту тему. Сейчас похвалюсь своими гортензиями. Смотрите, что на цвету. Это у меня Амор Блю. Она еще не полностью расцвела. Но красотка. Вот такие у меня тоже очень-очень красивые. Не знаю, я прямо в восторге. Яргенчики. Это вегетативные, очень классные. И новогвинейский бальзамин. Посмотрите, какой шикарный. Растет как на дрожжах. Леночка, спасибо тебе отдельно. Прям огромное спасибо. Я очень довольна. Растишки все супер. Так, еще есть гортюшка тоже в полном цвету. Это у меня черенок от Галины. Вот так цветет. Цветы крупные. Ну и вообще она такая хорошая, добротная. Как называется, не скажу. Мне кажется, Марина. Ну, возможно, ошибаюсь. Здесь у меня две таблетензии. Одна зацветет раньше, другая, так понимаю, позже. Потому что бутоны еще не набились. Так, и вот у меня тоже гортюшка будет цвести. Ну, в принципе, уже зацвела, начала цвести. Была она у меня сильно заморожена. Ну вот, что смогла спасти, то спасла. Так, далее у меня нингба. Нингба тоже подмороженная приехала. Очень-таки сильно. Вот то, что спасла. И часть есть дома у меня еще. Она у меня под заказ. Сейчас отсюда две тоже заберу. Просто сделала целый поддон, чтобы стоял. Вот. И мои, мои череночки. Вот они, мои красавцы. Это маленькие, большие. Тоже оставила дома. Ну, опять же, здесь негде ставить. Вот, которые покрупнее тоже есть. Но это еще небольшие. Много заказов. Все сразу отдавать не стала. Потому что, ну, не у всех есть условия, понимаем, да. И мне жалко, вдруг они погибнут. Потом скажут, что это я виновата. Далее, сбежавшая невеста. Так, здесь у меня тоже есть сбежавшая невеста. Металлика. Метельчатая гортензия. Самарская лидия. И мельба фрайс, наверное, она. Потому что фрайза у меня две. Так, здесь у меня лилии. Лилии еще не всходят. Но все равно перенесла сюда. Вот. Рассадила я их в такие вот горшочки. Надеюсь, будет все замечательно и хорошо. Сейчас заранее рассказывать не буду. Но планов, конечно, много. Надеюсь, все у меня получится. Так, здесь у меня фуксии. Фуксии формирую. Конечно, сейчас выглядят они не очень. Но пройдет время. И будут шикарные, шикарные кашпо. Ну, а пока вот так. С фуксией у меня только четыре кашпо. Сделала по два черенка. Вот они уже, смотрите, как набиваться начинают потихонечку. Опять, я еще ничего не кормила. Потому что боялась, что с погодой вдруг что-то не так. И, не дай бог, что-то с ними будет. Потому что носили домой. Вдруг раскустятся. Носить будет неудобно. И да, и ставить было негде. Но сейчас найдем место. Все будет хорошо. Я думаю, в принципе, здесь мы тоже все это можем оставлять. Морозов таких больших не намечается. Сейчас обязательно все покормлю. Растишки нужно все-таки кормить. Если не кормить, им тоже не очень-таки хорошо. Так, питунья часть тут, часть дома. Некоторая уже цветет. Тот поддон еще не трогал. Нужно срезать цветы. Пока рановато. Так, здесь у нас вербенка. Я очень нервничаю. Я просто не готовилась снимать. А сейчас нужно ехать в Александр Невский. Но все-таки решила поснимать. Потому что начинаю заболевать. И боюсь потом... Или голос не понравится, или еще что-то. И опять отложу в долгий ящик. Ой, сейчас покажу. У меня такая красотка есть. Так. Вот она. Вот такая красотка. Смотрите, какая. Очень красивая. Я смотрю, бутончиков уже много. Не хочу я все-таки срезать. Не знаю. Я, наверное, оставлю. Пусть она меня радует. Если кому-то понравится, череночек сниму. Девчонки напишут. Я еще фотки не выкладывала. Никуда ничего еще не предлагаю. Кроме Галаксиней. Ну и некоторые там традисконцы у меня уже заказаны. Потихонечку разбирают. Мультики давно выкладывала. Уже время прошло. Нужно еще раз выложить. Наверное, про меня забыли. Тоже есть под заказ. Но опять, что под заказ я стараюсь оставлять дома. Чтобы было все под рукой. Если приедут забирать. А бывает приезжают так внезапно. Чтобы мне не бегать в теплицу. Туда-сюда. В общем, чтобы было у меня все подготовлено. Ну вот такая вот тут у нас красота. Невесту близко к краю ставить не стала. К стенке, точнее. На краю она у меня стоит. Так, ну извиняюсь. Нервничаю, девчонки, мальчишки. Простите, извините. Давно не снимала. Отвыкла от всего. В общем, как-то вот так. Вот еще покажу свои череночки. Вот такие вот красавцы. По 400 рублей. Здесь у меня косель. Ника Блю. И музыкальная коллекция. Два сорта музыки. Ну а здесь еще маленькие. Дома, не знаю, буду снимать, не буду. Но, в общем, как будет время, буду снимать, все рассказывать, показывать. Просто в усиленном темпе. Стараюсь быстрее, быстрее все пересадить, все рассадить. Чтобы растишки мои жили в комфорте. Чтобы потом радовали вас. И на этом я, наверное, закончу. Вот такая красота. Показала вам, поделилась. Вот пока я здесь рядом. Смотрите, какие цветы. Прям огромные такие. Сейчас покажу сравнение с рукой. Вот они. Очень я прям довольна. Она у меня самая-самая первая расцвела.